Здравствуйте, дорогие друзья, программисты, любители программировать, создавать игры. Мы сегодня продолжаем изучать Roblox, Roblox Studio. И сегодня продолжаем с темой механический ограничитель, так называемый. И вот сегодня, как вы видите на заднем фоне, есть некоторые два вида ограничителей, которые мы с вами познакомимся, это ограничители веревка и ограничитель, так называемый, стержень. Два объекта с ограничителем веревки, два объекта с ограничителем стержни. И вот мы сейчас поучимся, как их настраивать, как они реагируют на физику, и как, соответственно, их использовать в дальнейшем можно в каких-нибудь проектах. В каких-нибудь проектах. Итак, давайте с вами начнем этот увлекательный урок. Для начала я выйду из игры, соответственно, и для теста пройдемся по некоторым теоретическому материалу. Так, наверное, начнем с роп, с веревки. Сейчас я открою окно с документацией. Вот так. Вот так. И в который мы можем познакомиться с механическим ограничением под названием Rope. Веревка или ограничение. Rope constraints, так называемый. Я перевел автопереводчиком на русский. Ну, соответственно, здесь мы можем... Давайте переведу обратно. На английский язык. И здесь мы видим некие свойства, которые нам позволят для редактирования процесса этой веревки. И зачем она, веревка, нужна? Ну, нетрудно заметить, что веревка сама по себе это элемент, который позволяет свободно перемещать объект, но при этом он будет связан с каким-то другим объектом. То есть, он в рамках ограничения только самой веревки может перемещаться внутри пространства. Какого-нибудь просто пространства. А веревка у нас пластичная. Она определяется сегментами и длиной, как здесь указано. То есть, длина веревки пропорционально будет разбиваться на сегменты. И количество этих сегментов будет определять, соответственно, пластичность этой веревки. И насколько можно изгибать объектом, то есть, в разные процессы. То есть, имитировать, так сказать, настоящую физическую веревку и связанные с ним различные физические явления. Может быть, это быть какая-нибудь, не просто веревка, там, канаты, флаги на веревке. Как имитация ткани тоже можно привязывать здесь элементы. Может быть, какие-нибудь элементы тросов, которые также работают как веревки. Например, тоже можно это применить. И вот мы сейчас это и попробуем реализовать с вами. Реализовать с вами. Для этого мы создадим тестовый вариант блока. Вот он, я взял блок. Поставим ему якорь и поднимем его наверх. Некую высоту. Он будет отвечать, как бы, за, условно, за подвес, которым будем крепить наш объект в веревочку. Этот подвес мы можем визуально сделать каким-то нибудь цветом, чтобы понимать, что он, это подвес у нас, в данном случае. Далее, я хочу, например, чтобы он у меня поднимал какой-нибудь цилиндр. Например, я для начала выровняю цилиндр по области этого подвеса. И не доводя до самой границы поверхности примерно, сделаю расположен на такой высоте этот цилиндр. Можно, конечно же, подправить ему размер, вот так, и указать некий цвет. Допустим. Допустим. Материал тоже, соответственно, можно настроить. Вот у нас два объекта. У второго объекта мы, соответственно, не делаем никакого ограничения. Он должен перемещаться в пространстве свободно. И теперь, переходя во вкладку Create в разделе модель, мы можем найти элемент Rope. Выделим наш объект, который является подвесом, и от него мы будем тянуть наш Rope. То есть, кликаем по Rope. Крепим на подвес. Вот таким образом точкой указываем. И вторую точку мы указываем, куда он будет крепиться на цилиндр. Вот, например, сюда. Вот таким образом. У нас есть некая вот такая вот... Такой вот стержень, условно. Который пока вроде бы ничего и не показывает, не делает. То есть, мы ничего такого сильно не видим. Давайте запустим игру и посмотрим, что же у нас получилось с вами. Так, а получилась уже веревочка. Как видно, вот такого типа. В зависимости от размера объекта, мы влияем на физику. То есть, в данном случае здесь масса. Который, конечно же, можно настраивать, но она даже может влиять и на нас. То есть, подвесы, например, падать и ударять нас, соответственно. Тоже это можно, как элементы ловушки какие-нибудь в играх делать различные. Это тоже вариант. Или касание, имитация, знаете, ловушь сигнализирующих баночек. Как вот в Skyrim, например, в игре. Есть, где мы когда касаемся, производится звук. Там, соответственно, и некоторые NPC там реагируют. Тоже это можно использовать. Ну, например, нам нужно сделать не просто болтающуюся конструкцию, да, троса. Например, сделать какой-нибудь трос, чтобы он был, ну, виден так, более наглядно. Не веревочка, какого-нибудь другого цвета, например, трос. То есть, вызвать, выделить роп наш и указать ему, например, цвет. Сейчас мы пока не видим, что это за цвет, но цвет будет. И, соответственно, исправить, например, толщину. Таким вот образом можем настроить толщину элемента. Давайте запустим. И что же у нас получится? А у нас уже, видите, веревочка уже синего цвета с толщиной 0,5. То есть, в 5 раз толще. Так. Допустим, мы с вами настроили некие элементы. Например, веревки могут выполнять не просто стационарный вариант, а выполнять роль лебедки, так называемой. То есть, это некие тросы, которые что-то будут поднимать. Это может быть не одна лебедочка, а несколько, там, 4, 2, 3, которые будут поднимать некую платформу. Например, там, лифт, то же самое. Включается он с помощью установки галочки Reach Enabled. И здесь мы смотрим, есть некая сила, то есть, нагрузка силы, которую он может поднять. Мы увеличим в 10 раз ее 0, чтобы он более быстро это делал и точно смог поднять наверняка. Если не достаточно, увеличим еще в 10 раз. Здесь указывается, с какой резкостью, силой будет подниматься этот лебедок. То есть, медленно, быстро, в зависимости от этого числа будет зависеть. Ну и скорость, соответственно, поднятия, она будет коррелируется вместе с этим резкостью реакции мотора. То есть, скорость и реакция мотора, которая будет поднимать эту канату, будут, вот они взаимосвязаны. То есть, если вы скорость большую поставите, но маленькое значение реакции будет все равно отличаться от той большой скорости и большой реакции, например. Здесь Target, Witch Target, показано, на какую высоту оставить. То есть, сколько нужно оставить этого шнура, перед тем, как закончить подъем лебедки. То есть, мы здесь можем указать, например, единичку. То есть, один как бы стадус. И посмотреть результат. Я сейчас запущу. И вот мы видим, что есть подъем. Вот подъем веревочки. И она остановилась вот на этой значении, которую мы указали примерно. То есть, в зависимости от этого, от этих параметров будет зависеть и скорость. Например, я могу указать здесь 10. То есть, почти в 4, больше чем в 4 раза я уменьшил резкость работы мотора, так называемой лебедки. И, как видите, у нас получается процесс достаточно небыстрый. Процесс небыстрый. Работа. Это касательно веревочки. Давайте посмотрим, чем же отличается веревка от, соответственно, так называемой стержня. То есть, создадим блок. Блок. Ну, поставим примерно на такую же высоту. Вот. Укажу ему определенный цвет. И поставлю якорь. А под ним, следовательно, укажем некую сферу. Некую сферу. И... Так, сейчас расположим прям строго. Чем он лучше, то есть, симметрично располагается, тем нам удобней проектировать. Так, вот сейчас поставлю. Вот таким вот образом. То есть, никто же он не касается поверхности. Есть некий... Некая такая сферическая поверхность. Вот она. Поставим тоже какой-то такой цвет. И сейчас мы привяжем этот элемент с шаром, со сферой, с помощью роут. Роут, соответственно, у нас тоже есть документация по роут. Давайте посмотрим. Что там за документация? В данной документации мы можем видеть, что у нас объясняется, что это так же, как и веревка, определяется длиной. Но, в отличие от веревки, он имеет несгибаемую конструкцию от точки А до точки Б. То есть, это некий стержень, может представить, как металлический, деревянный, неважно, который не сгибается и не ломается. И он просто связывает два объекта, но при этом они свободно вращаются, как бы, типа на шарнирах, как свободный маятник, маятник часов, например. Например, с кукушкой, например. Такие, если вы видели, вот наподобие что-то такая конструкция. То есть, что-то мотается относительно подвеса. Может перемещаться, соответственно, в разной части плоскости. Но ограничен точкой подвеса. Мы можем дополнительно ограничить его еще по углу сдвига подсоединенного к нему объекта. И от этого будет зависеть, насколько свободно себя будет чувствовать тот элемент, который привязан к данному стержню. Сейчас мы посмотрим, как это работает. Итак, у нас есть два этих объекта. Подвес и объект. Кликаем по подвесу и выбираем Road. Как и обычно, мы указываем в Road при выборе точку приложения, начало и точку приложения конца. Вот он. Вот у нас есть этот элемент. Также в Road можно указать значение толщины. Ну и укажу 2, то есть в 2 раза его увеличу. И цвет, в данном случае, черный мне показывают. Но я могу выбрать, соответственно, какой-нибудь такой розовато-красный. Давайте запустим и посмотрим, что же мы тут будем наблюдать. Вот такая конструкция. Как видите, он не сгибается, в отличие от веревки. То есть, это есть стержень. И он не сгибаем. Но при этом, как видите, можно заметить, что у нас сфера очень свободно себя чувствует колеблется. Ну, хорошо видно это вот на тех кубиках, например. На кубиках хорошо видно, что он, видите, свободно колеблется. Особенно сиреневый. Вот тот голубенький, он не свободно колеблется. А все зависит от того, какой параметр будет включен дополнительно для этого стержня. То есть, если кликнуть по стержню. Вот он в Explorer. То мы можем наблюдать, что есть тоже Limited Enable. Можно его активировать. И здесь указаны углы. То есть, углы проворота. Они вот как раз обозначаются, посмотрите, вот это зеленое, обозначается вращение, так сказать, какое свободное. Если я, соответственно, делаю, например, нулевое значение, то здесь он у меня уже, угол, не сильно свободен во вращении данный объект. На сфере, может быть, это не очень наглядно, но на кубике, то есть, у него такие же характеристики. Как и на сфере. И мы можем наблюдать, что он не так-то свободен в процессе вращения. Ну и, соответственно, здесь мы тоже можем наблюдать. Видите, он нам, соответственно, не разрешает сильно влиять на саму сферу. Но при этом в верхней части, конечно же, у него свободно. То есть, это такое условно можно назвать маятник. Можно назвать маятник. Но со строгим ограничением уже нижней части. Вот такие вот интересные конструкции мы можем с вами наделать с помощью веревки и, условно, стержня. Из которого можно делать, соответственно, какие-то интересные сложные механизмы физические, которые мы можем применить, например, в какой-нибудь игре, проекте. То есть, вы можете развить эту тему и идти дальше. Делитесь своими интересными результатами. Будет интересно посмотреть, что же у вас там интересный такой получилось. Там, может быть, какие-нибудь механизмы сложные на основе канатов и стержней. Мне интересно, конечно, будет посмотреть. Я в дальнейшем буду демонстрировать показ какие-нибудь интересные тоже варианты с различными ограничениями механическими. И на следующем занятии мы рассмотрим уже и другие ограничители, которые еще не рассмотрели здесь. На этом у меня все. Всем спасибо за внимание. Создавайте, проектируйте. Пока-пока. Пока-пока.